Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Я невероятно счастлива, потому что у нас в гостях потрясающий оркестр Synergy Orchestra. Дорогие мои друзья, смотрите, пока рассматривайте всех. Я же пока вкратце хочу рассказать о важнейшем невероятном событии, где мы с вами должны оказаться завтра. Площадка «Крокус Сити Холл». Именно там состоится премьера уникального шоу, концерта классической музыки в иммерсивном формате «Классика в темноте». Если вы боитесь слова «классика» и боитесь темноту, все равно обязательно останьтесь до конца этого часа с нами. И завтрашнее мероприятие тоже нужно посетить. Я искренне рада представить вам музыкального руководителя постановки, прославленного величалиста Илья Тенн. Илья, привет! Ну и, конечно, большое счастье для нас, что у нас сегодня в гостях обаять обладательницу уникальнейшего сопрано, лауреата международных конкурсов Елизавета Свежникова. Лиз, добрый день. Добрый день. Очень рада. Лизу тоже завтра вы все увидите и услышите на сцене «Крокус Сити Холл». Но, мало того, будет не только уникальная сопрано, в вокальной партии будут еще и хореография, и инсталляция. Но, в общем, обо всем я хочу, конечно, попросить рассказать нам Илью, но прежде попрошу еще представить остальных участников. Да, с удовольствием. Скрипки сегодня... У нас коллектив гораздо больше, на самом деле. Или просто нам сказали, что мы тут не поместимся, поэтому мы пришли в сильно урезанном составе. За скрипочками у нас сегодня Маша Тен и Ася Фарахова. Девочки, привет. На Альте играет Даша Ивакина. И Антон Олег Кобельский играет на контрабасе. Олег Антон Кобельский. Да, это важно. Привет. Спасибо огромное. А сколько всего завтра человек будет на сцене именно в Синерджи Оркестра принимать счастье? Музыкантов будет на сцене. Ну, у нас программа составная, там много музыки из разных эпох, из разных составов, ансамблей. Но, в принципе, я думаю, где-то около 14, наверное, около того. Ну, практически, то есть в три раза больше. Да, конечно. Надо сказать, что Санкт-Петербург уже имел счастье и удовольствие лицезреть это самое иммерсивное шоу «Классика в темноте» 28 сентября. Все правильно прошло, да? Как все прошло, кстати? Скажите, пожалуйста, вы как самые главные участники этого события? Ну, было волнительно. Мы ничего не... мы спиной были ко всему действию. Вот как! Мы посмотрели потом видео, да, послушали звук. Дело для нас, может быть, тоже, ну, в новинку будет это, потому что это была большая очень площадка БК Сентябрьской. Конечно. И классическая музыка, и для этой площадки, мне кажется, была тоже таким исключением, скорее, из правил по репертуару. Вот. Поэтому дело было новаторское со всех сторон. И шоу, которое мы делали, и номера, которые добавили с современным балетом, например, и классической музыкой. Или то, чего, вот, мне кажется, вообще никогда не было. У нас, это небольшой спойлер, у нас между блоками классических произведений звучат чумовые барабанные соло. Чумовые барабанные соло не в каждом классическом концерте есть. Ни в одном, я бы сказал. А у нас их еще играет Игнат Кравцов. Игнат Кравцов – это очень крутой джазовый, ну, эстрадно-джазовый барабанщик, который даже участвует с нами в классических произведениях. И, ну, он исполняет роль перкуссионного инструмента, например, в пиарте. И даже это он делает круто, что для джазового барабанщика вообще исключение. У вас же какая-то стоит тоже еще уникальная история, связанная с тем, что эксперимент, частью которого станет каждый зритель. Каким образом мы, зрители, оказавшиеся в зале, станем частью этого эксперимента? Ну, опять-таки, все, что я сказал, уже эксперимент для нас, поэтому, если вы будете там на него смотреть вживую... Значит, вы участники эксперимента, все логично. Плюс, ну, уже из названия следует некоторое погружение, наверное, да, и эксперимент взаимодействия каждого зрителя с музыкой отдельно, и каждого зрителя с музыкантом, который на сцене. То есть, ну, мне кажется, эксперимент будет действительно для публики в восприятии и музыкального контента, скажем так, и визуального, потому что и там, и там это очень интересная, необычно составленная программа из разных эпох, и небывалые визуальные дополнения, которыми мы хотели усилить эффект и рассказать какую-то историю. Каких композиторов произведения прозвучат? Мы будем играть очень разных. Это будет пиарт, это будет Равель, Щедрин. Вивальди Шостакович, я могу подсказать. Конечно, Шостаковича попросили убрать. Кто посмел? Ну, Роберт Багдасаров. Я мечтал его заложить. Они сказали, что, может, для публики это будет слишком сложная музыка. Вот нельзя недооценивать публику. Я им то же самое сказал. Я думаю, что в следующей программе мы обязательно дадим этого Шостаковича. Начнем с Шостаковича и закончим им в самом конце. И будет два раза Шостакович. И, конечно же, да, наша любимая барочная музыка. И вот в связи с этим Елизавета нам составляет чудесную музыкальную компанию и солирует сопрано в нескольких красивейших ариях из барочных опер. Мы, правда, очень счастливы, что сегодня вы у нас в гостях, что Лиза сегодня у нас в гостях. И очень хотим попросить уже начать музыкальную часть нашего эфира и что-нибудь исполнить. Что это будет? А мы же уже сказали. А, Вивальди мы играем? Да. Это будет времена года Вивальди. О, Боже, спасибо. 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 поймет, тот молодец. А кто нет, не расстраивайтесь. А кто не поймет, у того есть возможность 15 октября отправиться в Самару в Театр оперы и балета и попробовать посмотреть там, и вдруг дойдет. Если и это не поможет, нужно будет с 17-го отправиться в Нижний Новгород. Друзья, и уж тогда там, в Театре юного зрителя, на этом же самом шоу «Классика в темноте» наверняка вы все поймете от начала до конца. Весь ваш график рассказал или нет, Илья, или куда-то еще отправляет «Классика в темноте»? Пока весь официально, да. Замечательно. У нас коротенькая пауза, мы скоро вернемся. Я жду с нетерпением исполнения. Лучшие в стране На телерадиоканале «Страна.ФМ» Ведущая Александра Хайрулина У нас сегодня в гостях симфонический оркестр «Синерджи Окестра». Не в полном составе, надо сказать, но в полном составе. Этот уникальный музыкальный коллектив мы с вами увидим и услышим завтра в «Крокус Сити Холл». Это будет уникальное шоу, «Классика в темноте». Концерт классической музыки в иммерсивном формате. Начало в 8 часов. Билеты наверняка есть еще немного, поэтому быстренько узнавайте, где их приобретите в кассах, в интернете. Смотрите и планируйте завтрашний вечер. Мы продолжаем общаться с ребятами. У нас в гостях музыкальный руководитель постановки «Виланчелист» величайший Илья Тен. Браво. И, конечно, вы наблюдаете, друзья, Елизавета Свишникова, блистательная сопрано, лауреата множества международных конкурсов. Надо сказать, что наверняка многие наши зрители видят, что Лиза не одна. Лиза очень скоро станет мамой, случится прибавление в семье. И Лиза, конечно, уникальный случай. И завтра такой серьезный, ответственный концерт. И после этого еще поездки и гастроли. Скажи мне, пожалуйста, сложнее ли? Или, может быть, наоборот, даже как-то помощь чувствуется? Ну да, действительно, я немножко думала, что будут совсем другие ощущения. Но в результате для меня, в первую очередь, это огромная радость. А во-вторых, это в профессии, в моей, как-то мне дало тоже толчок своего рода, я могу сказать. Ну и, конечно, с вокальной точки зрения, с технической, если интересно. Да, конечно. И вокалистам, и музыкантам, и будущим мамам, тоже, конечно, занимающимся этим делом. Если ты все делаешь правильно, то только силы укрепляются. Ну и даже появляются какие-то новые краски. Новые краски, безусловно. И я думаю, завтра мне это тоже поможет. Ах, замечательно. Что мы сейчас можем с вами послушать? Мы хотели бы сыграть, и чтобы Лиза спет для вас шикарную оперу, арию из оперы Генделя, «Омбра Майфуй». Потрясающе. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И я очень рада, что мы с ребятами сейчас имеем такую возможность и выступать в этом проекте. Я надеюсь, конечно, и в дальнейшем тоже будут какие-то новые идеи. Конечно, никто даже не сомневается в этом. Вообще, надо сказать, конечно, что Тинерджи Оркестра — это же действительно очень молодые музыканты, но не просто молодые, а уже очень титулованные и известные. Все кроме Антона. Кроме Антона? Кроме Антона, он не титулованный или... Нет, он уже не очень молодой. А он... Вот в чем. А в этом смысле, да. Но хочу сказать, что да, что абсолютно все с потрясающим музыкальным образованием, и не с одним, с победами в международных конкурсах, с гастролями, с концертированием и так далее, и тому подобное. Ну, и всех объединяет, конечно, вот Илья. Семь лет проекта уже, да? С чем я поздравляю, конечно. Спасибо. Алиса, скажи, ты доволен, как развивается судьба творческая Синерджи Оркестра? Ну, конечно, доволен. Ну, происходящим ныне событиям я рад и доволен. И горжусь. Буду гордиться, когда они закончатся точно, да, потому что это для нас важный этап, что мы можем в такой большой публике, большой аудитории, в больших залах показать музыку, которую мы любим, которую считаем, ну, сказать, кладезем какой-то мирового наследия. Это не то, она просто самая настоящая и классная, и забирающая чувства, и эмоции, и умы людей, мне кажется. Ну, мне хотелось бы, да, тоже добавить, потому что именно в этом направлении ребята особенно меня поразили, то, что вот именно музыкой этой эпохи в нашей стране фактически не занимается ни один коллектив. И с тем чувством стиля, которым они это делают, это для меня было большим открытием, потому что я сама себя, в принципе, оппозиционирую как певица, как барочная певица, певица музыки эпохи барокко. Эпохи барокко, конечно. Тоже занимаюсь этим довольно давно, и мне очень, на протяжении нескольких лет, мне хотелось найти соучастников, единомышленников. В общем, все совпалывало. Как замечательно. Я очень хочу, чтобы мы сейчас посмотрели все вместе видео, и, конечно, прокомментировали его для тех зрителей, которые по уважительной причине нас не смотрят, а едут в машине, например, и слушают приемники свои замечательные видео. Я так понимаю, что все-таки это будут фрагменты как раз-таки шоу «Классика в темноте». Включите, пожалуйста, мы посмотрим и послушаем. Оно, Илья? Похоже. Очень похоже. Да, это Лилия Бурдинская делает свои контемпорарии движения. Ну что мы видим? Действительно полнейшая темнота. Та самая темнота, в которую завтра погрузится к Рокус Сети Холл в 8 вечера. Жалко, что тут нет музыки. Это на самом деле специальная... Музыка есть, просто здесь, именно в студию. Да, вы видите нам, если есть возможность. А в эфире она? А, ничего страшного. Но там не классическая музыка, это фильм делал очень такая... А, все, я поняла, о чем ты говоришь. Да, именно вашего исполнения нет. Да, да, да. Ну, арфилмс. Вот они делали такой фильм. Это предыстория того, о чем наш концерт, на самом деле. Так надо его обязательно посмотреть, этот фильм, эту предысторию, чтобы узнать потом о развитии. Я бы его посмотрел после, мне кажется. Все-таки лучше после, да. Ну, в общем, понять приблизительно, конечно, мы что-то можем, но это нужно увидеть собственными глазами, потому что ни одна картинка не может передать того, что происходить будет в зрительном зале. Ну, я думаю, достаточно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А сейчас, для того, чтобы мы успели обязательно что-нибудь еще послушать, я хочу вас попросить перейти к следующему музыкальному произведению. Мы сыграем произведение, которое не вошло в программу, в эту программу «Классика в темноте». Это даже интересно. Шостакович? Почти. Глаз. Глаз. Это тоже современное произведение. Это часть из струнного квартета «Мишима». Отлично. Это «Мишима». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Думаем, что еще не написал Гендель И глаз, и все за них быстренько дописываем Чего они там еще не успели сделать Да, но на самом деле суть изначально одна Как бы охватить весь стилистический, не знаю, разброс репертуара, который нас радует, музыка, которая нам нравится, которую мы слушаем, чтобы мы могли везде в ней свои смычки и струны, собственно, поиспользовать и засунуть А сотрудничество с артистами огромное количество, Маджи Кул, Манижа, Максим Леонидов, Георгий Гаспарян, они очень разные, абсолютно все разнообразные Это что, тоже некий эксперимент такой? Ну, это, во-первых, тяга человека к прекрасному Ты имеешь в виду этих артистов, разумеется? Да, конечно, да Их исполняют Ну, действительно, сейчас просто у нас тоже в конце октября, я не буду говорить, вот еще наш товарищ, один артист, достаточно известный, эстрадный, такой популярный для именно, популярный артист Он тоже хочет сыграть с оркестром на юбилее коллектива, ну, потому что оркестр добавляет красок, добавляет жизни, чувственности, музыкальных произведений, наверное, поэтому Вот, и нам самим очень нравится, например, группа Маджи Кул, наши друзья большие, Саша Алексеев, который написал нам очень крутые аранжировки Я до этого не видел таких, там их очень интересно играть, в отличие от обычных каких-то эстрадных аранжировок Да, там есть, вот, Маша не даст соврать, там прям надо наяривать на скрипке, что очень необычно, там, для диско-музыки, например, вот И мы с ними достаточно, ну, много концертов уже отыграли, и, ну, это действительно оживляет и их музыку Это прям очень хочется тоже посмотреть и послушать, потому что мы знакомы с творчеством группы Маджи Кул, они у нас есть в эфире, и были в гостях, но вот вместе с вами Мы приезжали в прошлом году к вам в Москву Ну, пообещайте, что в следующий раз, и вообще, с кем бы вы теперь не сотрудничали, с какими бы музыкантами А тем более, если еще и новый проект снова с Елизаветой у вас появится, тем более наши двери, знаете, открыты для вас всегда У нас очень короткая пауза, после которой мы вернемся в студию, обещаю, будет еще для вас, наши зрители и слушатели, живая музыка Оставайтесь с нами Напомню вам, друзья, что завтра на сцене Крокус Сити Холл состоится премьера уникального шоу Концерт классической музыки в иммерсивном формате классика в темноте Невероятная постановка с участием симфонического оркестра Синеджи Оркестра Сегодня у нас половина оркестра, можно так сказать, находится в студии Грандиозный эксперимент, частью которого окажемся каждый из нас с вами У нас музыкальный руководитель постановки Прославлен Веленчурист Илья Тен Блистательная Елизавета Свешникова Уникальная сопрано, лауреат множества международных конкурсов Нужно сказать, что завтра будет хореография, если вдруг вы пропустили информацию И это тоже будет все случиться благодаря потрясающей Лилии Бурдинской Будут инсталляции, будет игра со светом В общем, что-то такое, что нужно увидеть, потому что это действительно очень уникальная история И, конечно же, завтра мы с вами увидим и услышим величайшего музыканта Ришар Гальяна Илья, расскажи, пожалуйста, о нем, как он появился в жизни Да, только я хотел сказать, чтобы, если ты будешь еще раз объявлять, чтобы ты не говорил про прославленного велончелиста Потому что у нас можно блистательный велончелист, прославленный не очень Прославленный Елизавета Свешникова и блистательный велончелист А на самом деле и блистательный и прославленный Ришар Гальяна Отец отцов баяна и аккордеона, и он вообще шикарный Мы с ним репетировали, мы очень нервничали, как перед очень важным свиданием Очень нервничали И Антон очень сильно нервничал Это единственное, из-за чего он беспокоился в программе Он постоянно мне говорил, пришли мне ноты, скажи Потому что он уважает этого Французского музыканта И Ну все прошло нормально Судя по тому, что Ришар остался с вами и согласился И на самом деле он назначил первую репетицию Он хотел, чтобы она длилась, по-моему, два часа или три часа Но у нас не было этого времени, потому что у нас очень большая программа И мне наши девушки администраторы сказали Ну, Илья, ну там же время уже Я сказал, что все будет нормально И мы сыграли все с ним Совсем чуть-чуть, все попробовали У нас все получилось И это все было 28 сентября Нет, до этого, конечно, заранее Ах, боже мой, я думала, все-таки прям перед премьерой И Ну, я к тому, что у всех все Всех отпустило Всех отлегло Вот Потому что величайшие люди И прославленные, и блистательные Но самое главное, что по-настоящему очень талантливые Они просты в общении, да, Илья? Так ведь это, правда? А ты как считаешь, Лиз? Ты тоже и сама являешься все-таки величайшей прославленной Это точно Да, я считаю, что действительно талантливые И заслуживающие уважения люди Они абсолютно просты в общении и в жизни И это помогает им на сцене, безусловно Ну, и это люди чувствуют на самом деле И поэтому это народная любовь, она только крепнет Илья, Ришару ты звонил? Скажи, твоя идея была? Нет, у меня нет его телефона, к сожалению Хорошо, идея у тебя зародилась? Нет, идея, конечно же Я уже упоминал имя Роберта Богдасарова Идея родилась, мне кажется, отчасти может быть Ну не то, что в шутку Но просто, когда шел разговор Давайте добавим Какого-нибудь красивого солиста яркого в программу А у нас много Мы играем с Володей Розновым Это замечательный баянист петербургский Артист театра БДТ У нас большой репертуар Связанный с пьяцолой, гальяной и так далее И как-то мимолетом был разговор об этом И ребята предложили А может быть гальяна? Я практически не воспринимаю серьезно Сказал, давайте гальяна, конечно И оказалось, что они ему уже позвонили И практически его пригласили И да Неожиданно вот так упала такая радость Он до этого принимал участие в подобных мероприятиях? В подобных шоу? Я не знаю Или все-таки для него это оказалось тоже таким удивительным экспериментом? Потому что он там немножко напутал еще на сцене Ноты? Нет, ноты, все было замечательно То есть вы играли Вивальди, а он в это время Моцарта Нет, когда мы играли Вивальди Он, кстати, послушал нашего Вивальди И сказал, что хочет сыграть Вивальди с нами И я был против изначально Ну потому что Вивальди с аккордеоном Мне казалось, что это как-то странно Но когда он сыграл с нами Солировала Маша, моя сестричка, скрипачка И он играл часть соло на баяне И это было настолько энергично И он нам всем задал жару И показал, что он и послушать может И сыграть под нас И это было здорово Я думаю, мы завтра повторим этот Этот успех Потрясающе У нас есть время И я, конечно, не могу вас не попросить Что-нибудь исполнить еще Знаю, что и зрители, и слушатели Наши тоже ждут Что это будет? Мы исполним еще одну арию Армиды Арию Армиды Фори Торибели Потрясающе Арию Армиды Арию Армиды Арию Армиды Арию Армиды Конфоти Елизавета Свешникова, друзья Сэнерджи Оркестра И завтра мы увидим этот потрясающий музыкальный коллектив Нашу блистательную гостью И много всего еще неожиданного для нас с вами Просто невообразимого В Крокус Сити Холл Это будет шоу-программа классиков В темноте Восемь часов начала Быть нам всем обязательно Советую, искренне рекомендую Илья, ну, хочу, чтобы ты пригласил всех Потом это сделает Елизавета Тебе слово Пожалуйста, друзья Завтра в восемь часов вечера Ты уже сказал всю информацию Сейчас что-нибудь интересное надо добавить Ну, я не знаю От себя могу сказать Что мы выбрали действительно Очень классную музыку Которую мы любим И которую собираемся очень ярко И с чувством исполнить И надеемся, что она так же понравится в публике Кстати, скажи, дорогое шоу получилось? Я думаю, да Я не интересовался даже Потому что я хочу поспать спокойно перед ним Ну, в общем, да У тебя достаточно, наверное, аликсалон Я думаю, дорогое, да Лизочка Ну, конечно, хотелось бы С удовольствием И с великой радостью Сказать, что завтра состоится Наконец-то это событие Вот Приглашаем всех Всех В Крокус Сити Холл Восемь часов С нетерпением ждем вас, друзья Будет очень интересно И действительно захватывающе Ох, это я могу точно сказать Потому что здесь, даже находясь Вот в студии вместе с ребятами Честно скажу Не хочется отпускать Невероятно Может, попробуем И сейчас как-то здесь Этот вопрос решить Закрыть двери И хотя бы до вечера Еще договориться с ними Но в любом случае Пожалуйста, помните Что завтра Классика в темноте Крокус Сити Холл Я вас искренне благодарю Спасибо огромное Примятие восхищения Я, конечно, желаю Процветания и Синерджи Оркестра Новых интересных проектов Масштабных, грандиозных Со всемирной Абсолютной известностью Лидочка, тебе желаю тоже успехов Ну и самое главное Пусть все будет хорошо Сложится И в общем Появится у тебя Может быть уже В ближайшее время И партнер Партнерша По сцене За ручку И в следующий раз Уже может быть все вместе Здесь окажемся Классика в темноте Завтра А в Крокус Сити Холл 15 октября В Самаре В Театре Пире и Балеты 17 октября В Нижнем Новгороде Спасибо еще раз Спасибо Спасибо большое Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ